всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню совершенно обалденный непревзойденный огромный тамбовский окорок я заказал на рынке у знакомого мясника это сейчас увидите вот эту здоровенную ногу хамон называется на испанском хамон вот вы кстати наверняка думаете что хамон это обязательно вот вот такой вот съеденный вот такая вот уже практически съедены я сыровяленная нога нет хамон в переводе с испанского означает просто окорок неприготовлены не вареный не вареный копченый не вяленый просто окорок хамон окорок хамонита окорочек например хамон ate pala окорочок индейки игре окрок индейки хамон it и Это куриная карточка, как правило. Так что я пришел к мяснику, попросил его на следующий день привезти мне хамон, не очень крупный, чтобы он влез во все мои посудины. И я его получил. Как это происходило в сегодняшнем получении, смотрите здесь. Пойдемте картофель. Окей. Масса минус. Пойдемте. Пойдемте. Мой бьен. Мой бьен. Мой бьен. Рыночка у нас тут в таких местах. Старая церковь. Машинка. И вот рынок муниципальный. Вот так все происходило. Как вы видели, получилось за 8,5 килограммов вот этой замечательной, свеженькой ноги великолепного качества 30 с небольшим евро. По нашим местным меркам это совсем недорого. Тем более, посмотрите, я просил у него нежирный, потому что зачастую с большим слоем сала бывает здесь. Свинина. Это просто прекраснейшая нога. Слой сала тоненький. Я вот эту вот шкурку, вот эту часть, наверное, даже и срезать не буду, потому что она тоненькая и вот будет классно. Так, что касается окорока, техники приготовления. Значит, важные моменты. Мясо получается с... Ну, окорок готовится как ветчина, да? Так вот, мясо получается с более ярким, более выраженным вкусом ветчинности, если оно готовится с костью. Но в этом вся сложность. Кость очень плохо просаливается сама по себе, а если она плохо просаливается, то во время приготовления она может поднимать, там могут начинаться процессы газообразования внутри кости, трубчатой кости, она может вообще взрываться, как граната. Поэтому очень важно правильно разделать. У меня окорок разделать, у меня нет такого опыта. Это второй ему окорок, который я в жизни начинаю разделывать. Поэтому я очень много изучал всякую литературу, в том числе и Рогова, справочник-технолога, пересмотрел целую уйму роликов на Ютубе, где профессиональные мясники все разделывают. Хочется надеяться, что я хоть немного чему-то научился, поэтому сейчас приступлю. Важные моменты. Как вы видите, вот эта часть ноги, по сути, вот этот кусок, это рулька. Так вот, вот эту часть ноги я попросил распилить сразу непосредственным мясником, для того, чтобы вскрыть трубчатую кость. Таким образом, у меня с этой стороны трубчатая кость открытая, соль будет попадать в кость, и я надеюсь, нормально просолится. Вот эту часть тоже нужно срезать. Хватит болтать, давайте уже приступать к аккуратной, насколько у меня получится, аккуратной разделке. Собственно, нужно вырезать вот эту кость, торчащую здесь, в первую очередь. Это, наверное, кусок, судя по всему, тазовой кости. Не знаю, я не силен с финской анатомией, ее нужно аккуратно вырезать, желательно, не раздербанив весь окорок. Вы знаете, к моему удивлению, канал Кулинарная пропаганда смотрят профессиональные повара, и даже шеф-повара многие. И вот идею приготовить именно тамбовский окорок попадал мне как раз-таки такой профессиональный повар, мой подписчик Александр Крылов. Спасибо ему за это большое. Я очень долго вообще не решался приступить к этому процессу, потому что вареные, варенокопченые карака долго не лежат, это не сыровяльные продукты, и их съедать надо быстро. Но у меня тут скоро гости, и я надеюсь, они мне помогут справиться с этой непростой задачей. Сегодня недостаточно хорошо побрили эту свинку. Ну ничего, мы с этим справимся и так. Всего-то для хорошего, удобного бритья нужен острый нож. Угадайте, какой? Самура. Черный взял, чтобы лучше было видно, как он бреет. Бритва? Прямо-таки бритва. Ну что, друзья мои, я подготовил окорок к засолке, здесь осталась одна кость, вот она, ну вернее, она двойная, вот эта вот большая, и рядом вот эта вот маленькая, видимо, она как лучевая, которая называется на руке, я не знаю, как она называется правильно. О, какой-то корочок. Так, зеро, 7-800, 7 килограммов, 800 граммов. Косточку аккуратно вырезал, можно приступать к приготовлению рассола или посолочной смеси. Не совсем по ГОСТу. Все-таки небольшие отклонения будут, но они незначительные, и я, я, конечно, не знаю, но предполагаю, что на производстве такие же отклонения тоже вполне возможны. Просто потому, что маловероятно, что кто-то с точностью до сотых долей грамма вымеряет количественные пропорции. В общем и целом, сначала готовлю рассол. Пропорции очень простые. На литр воды 140 граммов нитритной соли. Нитритная соль у меня с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. Если бы она была, как в советском ГОСТе, 0,5-0,6, то вот эти самые 140 граммов как раз-таки дали бы полное вот идеальное соответствие вот этому советскому ГОСТу на окорок Тамбовский. В моем случае нитрита натрия в общем и целом в готовом продукте примерно там на процентов 4-5 меньше, чем надо бы его по ГОСТу. Ну, это в моем случае так и собираюсь слишком долго хранить этот окорок непринципиально. Итак, значит, литр воды, 140 граммов нитритной соли, 10 граммов сахара. Сахар взял коричневый, просто потому, что у меня белого нет. А теперь этот самый рассол надо вскипятить и остудить. Ну, и желательно процедить, конечно. Для чего это делается? Ну, в некоторой степени для того, чтобы дополнительно обеззаразить воду и в большей степени потому, что в соли, которую вы используете для приготовления посолочной смеси, возможно попадание всяких нерастворимых остатков. Камушки, мусор какой-то и прочее. Поэтому после того, как раствор остынет, его нужно аккуратно слить с осадка, удалив пену и прочее. И остывшим таким рассолом можно уже будет шприцевать окорок. Что касается способа посола. По ГОСТу допускается как мокрый посол, так и смешанный посол. Что такое смешанный посол? Это когда мы сначала обкалываем посолочным раствором наш окорок, потом сверху его еще натираем солью и оставляем в таком виде под гнетом на стеллажах в холодильнике на сутки. После чего счищаем вот эту самую соль, заливаем опять посолочным раствором уже другой плотности, немного меньшей и просаливаем еще 5-7 дней. Впрочем, что я болтаю, вы сейчас все увидите. Продолжение бразизонского балета. Рассол остыл, сейчас температура его порядка 12 градусов, наверное. Начинаем процесс обкалывания. Я летом воспользуюсь вот таким вот здоровым шприцом, просто потому, что это быстрее. В первый раз я вколол, когда в первый раз я засалил такие вещи, обычным медицинским шприцом на 20 кубов взял и все. Что касается прокалывания, очень важно, естественно, сделать это равномерно по всему объему, но при этом очень тонкий момент. Наиболее опасная с точки зрения непросола и последующего процесса гниения и прочего именно кость, поэтому в первую очередь нужно со всех сторон вокруг кости обколоть это мясо. Поэтому учитывайте это. И вот таким путем и с этой стороны и с этой стороны обкалываю все вокруг кости. все обколол этот прекрасный окорок, остается его натереть солью. Почему, собственно говоря, способ называется смешанный посол, то есть он одновременно и мокрый и сухой. Внутри солевой раствор, снаружи я натираю солью. Это у меня опять нитритная соль с тем же самым содержанием нитрита натрия и требуется ее для вот этого наружного просаливания брать из расчета 3 грамма на вес вашего окорока. Вот это я не помню с водой или без воды. Ну, возьмите приблизительно. Среднее между весом обколотого окорока и не обколотого. Разница будет не очень большая. Да, еще один важный момент. Я обязательно дам ссылку на книгу на справочник Рогова для колбасников. Там тоже смотрите, изучайте. Важный момент. Я готовлю это дело с нитритной солью, как вы видели, 0,4-0,5% содержания нитрита натрия. В книге Рогова написано, что требуется засаливать рассолом, в котором содержание нитритной натрия, не в посолочной смеси, а в рассоле, 0,075%. У меня получается с моей нитритной солью, я сказал, на 6% меньше, 0,68% получается. Вот так вот. Поэтому я использую нитритную соль. Если у вас нитритная соль российского производства, то есть содержание дрита натрия 0,5-0,6, взяток процента, то вот сейчас вот этот процесс вам нужно будет делать обычной солью, поваренной, а не нитритной. все-таки у меня слишком большой окорок для моей небольшой посуды. В первую очередь обязательно натирайте район кости. Вот это вот место. Больше того, в справочниках для посола окороков указывается, что может быть в некоторых случаях важно делать проколы ножом вдоль кости, чтобы туда в эти карманы укладывать соль для посола. Будем надеяться, что я достаточно хорошо проколол вдоль кости и мне хватит вот этого количества. Ну и теперь это нужно в полиэтиленовый пакет запечатать и убрать в холодильник на сутки. Все, окорок запечатан в пакет, сейчас я убираю в холодильник ровно на сутки. До встречи, до завтра, оставайтесь с нами. Для вас все очень быстро, для меня все эти действия, которые вы только что видели, были вчера. Так, продолжаем разговор. У меня окорок просолился на первом этапе и сейчас задача обмыть его хорошенько от этой соли и заложить во второй посолочный рассол. Прошу обратить внимание, во втором посолочном рассоле концентрация соли ниже, чем во вчерашнем для впрыскивания. Я его сейчас готовлю. Для этого я закипячу воду и растворю в ней нитритную соль и поваренную соль. Сегодня я использую и ту, и другую, опять же, для того, чтобы понизить концентрат нитрита натрия. Посолочного рассола для заливки, для второго этапа посола, по ГОСТу нужно брать в 40-50% от веса исходного сырья, то есть от веса окорока. Вот у меня же здесь уже закипает, так что давайте я высыплю соль. Важный момент. Заливать рассолом нужно тогда, когда он остыл по крайней мере до 20 градусов. Лучше температуру ниже держать, ниже 20. Вот, я за это время успел промыть от соли окорок. Вот он и какой. Замечательный. Видите, даже слегка сморщился. И сейчас его нужно заливать рассолом. У меня, к сожалению, нет достаточно удобной посудины для того, чтобы это сделать, поэтому я его уберу в пакет, в пакете полиэтиленовым залью рассолом и уже в таком виде уберу в холодильник. Все, в таком виде убираю в холодильник. Просаливаться на втором этапе боковым способом он должен 5-7 дней при температуре 0,4-5. Как-то так. До встречи с вами через недельку. Прошло 6 дней просаливания смешанным способом этой ноги. И сейчас наступает следующий этап. Согласно технологической карте эту ногу нужно вытащить из рассола и дать отвисеться при температуре 0,5 градусов в течение 2-5 суток. То есть это время требуется на дополнительное дозревание ноги и на некоторую потерю влаги. После чего, но я об этом скажу позже, можно готовить по этому ГОСТу либо вареную ветчину, либо варенокопченую. Я склоняюсь все-таки в варенокопченый. Ну, для начала нужно распечатать эту ногу. Смотрите, пакет у меня прохудился за эти дни, пока я ворочил ее во все стороны. Поэтому часть рассола вылилась из этих пакетов. Так, мы идем здесь нога. Вот моя нога. А, какая красотка! Смотрите, какая она розовенькая. По запаху такой легкий запах соленого мяса. Я вывешивать буду в холодильнике в своем, который я вам показывал уже в предыдущем в давнем ролике. Вот здесь про камеру для сыровяла. Сейчас в ней сыровялилось мясо, я его вытащил оттуда, промыл тщательно. От всякой возможной плесени и включил просто как холодильник. Для температуры там плюс 5 что было. Это в нем собираюсь повесить. Но просто вязать, наверное, не выйдет, потому что я же кусок кости-то срезал, поэтому нужно пробить, наверное, насквозь вот так вот и пропустить веревку. Пробить. Понадобится, наверное, какой-то другой нож. так. Все, пропустил веревочку и сюда. и вот в таком виде надо будет подвешивать в подвале. Пойдем. Гадкие испанские строители сделали такой полуподвал, что даже разогнуться не получается. Представляете, какой ужас. Тяжеленный окорок. он еще воды набрал. Вот так вот. Так. Ну и вот. Он у меня будет здесь висеть от двух до пяти суток, пока не знаю. Буду подходить, пересматриваться. Значит, смотрите, за счет того, что работает холодильник, а он здесь с антифрозом, он вымораживает лишнюю влагу. У меня здесь стоит вентилятор, который включается по таймеру. Поэтому он будет при холодном потоке воздуха слегка подвяливаться. И по истечении двух тире пяти суток, я буду просто рассмотреть, что с ним происходит по внешнему виду, я перейду к следующему этапу. Так. Фух. Вот так. Встречаемся с вами теперь уже это будет называться день четвертый, хотя он не четвертый, конечно, но четвертый этап. До встречи. Продолжаем разговор. Следующий этап. Окорок у меня провисел в холодильнике при температуре 4-5 градусов Цельсия в общей сложности 4 дня. Согласно одной умной книжке, справочник технолога колбасного производства под редакцией Рогова, этот окорок сейчас нужно обмыть и хорошенько отскоблить шкуру. Правда, не совсем понятно, что можно счистить с такой уже чистой шкуры, но предполагаю, что если она изначально не очень хорошо очищена, то после недели вымачивания в рассоле и 4-х дней в холодильнике с ножом с нее можно разного наскоблить. Вот так. Ну и теперь нужно ее оставить на так называемое стекание на 2-3 часа. Это все в коктейльную камеру не тащить воду, поэтому я даже сначала с фалфеткой уважаемый батру со всех сторон. Все. Пусть висит, пусть обсыхает. Следующий этап. Я вот сейчас подумал, это у меня проходит между этапами по несколько часов, а то и по несколько дней, а для вас-то все сразу происходит. Наверняка уже думаете, нифига себе заморочился. Я и сам уже так думаю, честно, но интересно знать, что в результате я получу из этого окорока. Но уж больно хочется попробовать технологию. Коптить надо согласно все того же самого справочника при температуре дыма от 50 до 100 градусов. Я уже угли запалил. Так. Выложу их такой угольной змеей. Это специальная технология для такого типа грилей придумана. Уголь запаляется с одной стороны вот этой самой змеи. Огонь медленно ползет по углям, поэтому горят не сразу все угли, высыпанные в коптильню или в гриль, а небольшое их количество. Поэтому температура не слишком высоко поднимается. Вот у меня они разогретые. ну и сюда выложу щепу. У меня пекан. Это орех такой, похожий на грецкий. Ну вот этого наверное будет достаточно, я думаю. Теперь собираю коптильню. Сюда чаша для отсекания жара от приготовленного продукта сюда. Сюда я установлю конструкцию для подвешивания. И вот так приклеилась доска разделочная. Вот так. и остается накрыть крышкой. Этим регулировочным так сказать отверстием я отрегулирую количество дыма и процесс пошел. Что касается времени копчения. Конечно при таком небольшом сроке час-два мясо не прокоптится хоть на сколько-нибудь значимую глубину в толщину этого самого куска. Но этот продукт варено-копченый вареные варено-копченые продукты в принципе не хранятся долго поэтому слишком сильно коптить их смысла нет. Нужно понимать что вот этот процесс копчения горячего в начале служит в данном случае всего двум вещам придать легкий легкий подчеркиваю аромат дымка и хоть в какой-то степени покрыть поверхность вот этими самыми веществами дыма которые препятствуют развитию неправильных нежелательных бактерий нежелательной флоры то есть придать дополнительную сохранность этому округу хамону по-испански поэтому будем ждать вот у меня температура поднималась уже до почти 80 градусов до 78 подождем до встречи по окончанию его копчения а какая картинка получилась симпатичный мне уже нравится но это еще не все теперь его нужно сварить в воде при температуре 80 градусов до достижения температуры внутри окорока 70 плюс минус 1 градус то есть 69 71 вернее не совсем так согласно тому же Роговцева этот окорок можно заложить в воду температура 95 98 градусов она остынет до 80 и потом уже при 80 варить у меня такой здоровенной кастрюли нет зато есть вот такая поликарбонатная гастроемкость объемом 23 наверное литра или 22 и насос для сувида так что отправлю сюда окорок чтобы не разблескать все аккуратненько и надо настроить насос температуру сразу выставлю на 80 градусов чтобы не морочить все голову настройкой целевая 80 все старт еще накрою крышкой для уменьшения теплопотерь и оставлю вариться часов на 5 часов через 5 я думаю раньше суетиться даже не стоит я вгоню щуп термометра в ногу для контроля температуры внутри еще момент есть у меня конечно опасение что вот этот насос для сувида выделяющимся из ноги соком бульоном будет пачкаться загрязняться но заматывать ногу в пленку для того чтобы предотвратить это загрязнение я не хочу потому что по технологии ноги варятся без всякой пленки это немаловажной степени влияет на то что излишнее количество дыма дымных запахов которые мы получили при таком интенсивном копчении большое количество дыма высокой температуры будет вымываться и конечный аромат продукта по дыму будет мягче тоньше посмотрим что произойдет до встречи с вами через да не через уже наверное а тогда когда буду вытаскивать этот окорок уже полностью сваренный при температуре 80 оставайтесь с нами время че термообработка закончена все мои термометры пищат настроенные так так холодно уже ужас вот так вот вот он какой и этот окорок надо срочно охладить а делается это душеванием пойду в ночь к оливе черт не свалится бы так охлаждать надо душеванием сначала водой температуре 30-40 градусов а потом 10-12 градусов у меня правда 30-40 градусов нет поэтому сразу холодненькой ну и окончательное охлаждение проводится уже в холодильнике конечно надо оттереть от воды холодильник у меня в подвале ночью я этого уже вам не сниму поэтому встретимся с вами тогда когда буду разрезать этот замечательный окорок и пробовать оставайтесь с нами и спокойной ночи «Музыка» эпопея приготовления окорока завершилась он мне провисел в холодильнике общей сложности почти двое суток полтора то есть я его закончил позавчера вечером позавчера ночью готовить повесил в холодильник вчера не было времени на разрезание вот сегодня готов разрезать очень интересный эффект обратите внимание он стал очень темным как вы видели только что сразу после вытаскивания из коптильни он был светленьким после того как его отварил он неожиданно потемнел а вот уже после того как он повисел в холодильнике еще дополнительно он вообще стал почти черным удивительно так ну и какой мне кусок но наверно вот так вот еще с отрежу спонсорским ножом саму рухой карбон я попал тут на кость слушайте это просто сказка вы посмотрите что здесь творится вы видите просто песня сочный влажный прям таки стекает соком так ну вот этот замечательный шмат я здесь сейчас от чекрыжу на пробу а вы на это пока полюбуйте смотрите просто сказка запах классного окорока даже запах общения ожидал что будет немножко сильнее чем мне нравится но нет он достаточно тонкий давайте смотреть так ну и как не то сидел отрезать то удобно и аккуратно наверно вот так вот и вот так вот какая красота надо же попробовать сообщить вам свое мнение это очень вкусная это очень сочная это очень классная ветчина арома дыма все-таки сильнее чем не хотелось бы я бы с большим удовольствием съел бы эту шкурку я ее даже съем но для меня все-таки слишком много дыма поэтому я бы наверное в условиях своей вот этой вот вот этой вот коптильни r2 d2 по моему да вот в условиях ее с ее количеством дыма коптил бы наверное один час всего один час и не стал бы увеличивать даже до полутора часов потому что но все-таки запах дыма для меня слишком сильный хотя это вкусно сочетание там по соли по сладости по прочим идеально это безусловно самая вкусная ветчина ну окорок в данном случае он приготовим тяну ветчины это самая вкусная ветчина всех которые я до сих пор делал до заморочено до долго но на того стоит вот серьезно поэтому я думал что закончу это видео сообщением что ну я вам не советую это делать по слишком сложно но нет советую поэтому смело вооружайтесь нужными девайсами в первую очередь большими кастрюлями чтобы можно было варить не так как я с помощью своего этого погружного совета в обычной кастрюле выбирайте время потому что ну не у всех наверно есть дополнительный холодильник чтоб целый окорок повесить так что можно было вывесить на балконе ну или хотя бы на застекленной лоджии при низкой температуре окорок и готовьте это классно это здорово спасибо что вы досмотрели это длинное видео до конца надеюсь что я вас подвигну приготовить и эту штуку тоже отдельное спасибо спонсору за предоставленные острые ножи которые не забываю подтачивать вам за активность на канале поместить это видео себе в избранное чтобы не потерять рецептик и всем пока а